Множество эзотерических учений и практикумов рассказывают о жизненной энергии, пране, некой невидимой силе, от которой зависит полноценное существование человека. Что же это такое? Жизненная энергия, как ее ни назови, существует везде. Именно из энергии создана наша Вселенная. В тех же эзотерических учениях говорится, что каждый из нас обладает помимо физического, энергетическим или эфирным телом. Только вместо кожи, мышцы, крови оно состоит из энергии. Энергетическое тело пронизано сетью каналов, так называемых меридианов, по которым и проходит жизненная энергия. Они фактически дублируют кровеносные сосуды. Жизненная энергия задействуется в каждом из жизненных процессов нашего тела. Именно благодаря ее наличию мы мыслим, испытываем вдохновение, способное на всевозможные свершения. Как вы думаете, что происходит, когда кровь начинает медленнее двигаться по сосудам? Ничего хорошего. Органы и ткани не снабжаются в должной степени кислородом. Мы становимся более вялыми, быстрее устаем. Тут уже не до подвигов. Аналогичная картина складывается и при нехватке энергии жизненной. Апатии, депрессии, вялость, нежелание вставать утром с постели. Все это и многое другое является признаком нехватки праны или жизненной энергии. И, кстати, нехватка этой загадочной энергии сказывается и на физическом самочувствии. Постоянная усталость может привести к перееданию или ожирению, к развитию всевозможных заболеваний. Что же делать? Учиться контролировать уровень жизненной энергии, которой вы располагаете, избегать того, что пожирает ее, прокачивать меридианы и осваивать способы получения энергии из окружающего пространства. Прослушав эту книгу, вы узнаете, что крадет нашу жизненную энергию, каким образом мы сами по незнанию можем расплескать ее, опустошая энергетическое тело. Овладев специальными практиками, которыми мы с вами поделимся в конце этой книги, вы научитесь восстанавливать и даже усиливать собственную энергетику. А гармонично циркулирующая энергия дает нам ощущение счастья. Вы сможете стать активными, бодрыми, деятельными, мыслить ясно и ярко, ставить перед собой цели и с удовольствием достигать их. Важность жизненной энергии. Очень часто мы сталкиваемся с подменой таких понятий, как энергия и энергетика. Энергетику можно сравнить сиюминутными эмоциями, которые могут сменяться моментально, и вряд ли их можно отнести к постоянным характеристикам человека, тогда как энергия – практически стабильная единица, имеющая определенную силу и проявленность. Встречаются обладатели значительных запасов жизненной энергии. Такие люди с легкостью подпитываются, казалось бы, просто из воздуха. Эти счастливчики нередко отличаются повышенной активностью. Они деятельны, любопытны, креативны. Те, кому повезло меньше, не способны за ними угнаться и вынуждены замедляться, чтобы восстановить силы. Итак, жизненная энергия – это, по сути, та сила, благодаря которой мы живем, а наши клетки, ткани и органы получают возможность нормально функционировать. Как и многие изученные физиками виды энергии, то же электричество, тепловая энергия или сила притяжения – энергия человека невидима. Измерить ее физическими приборами невозможно. Понять, достаточно ли у человека жизненной энергии, можно, если присмотреться к его настроению, самочувствию, способности совершать активные действия и творить. Жизненная энергия – это стремление сделать свою жизнь наполненной, активной, качественной и приятной. Отсутствие жизненной энергии проявляется, как мы уже говорили, в апатии или депрессии, в недостатке мотивации, плохом физическом самочувствии. Человек – существо социальное, это давно известно. Мы влияем как на окружающих, так и на происходящее вокруг нас. Наверное, каждый из нас встречал на своем пути людей, одно появление которых способствует улучшению настроения. Такие факелы могут зажечь, увлечь за собой, привести к великим свершениям, тогда как люди с нехваткой энергии лишают сил, портят настроение. А как насчет повседневных забот? При наличии высокого энергетического уровня вы и окружающие вас люди будут активны, производительны, способны видеть новые пути развития, реализовываться в творчестве, придумывать неожиданные и эффективные решения. Проблемы таких людей разрешаются легко, словно их и не существует. Желания сбываются гораздо чаще, чем у энергетически несбалансированных личностей. Исследователи убеждены, повышая уровень жизненной энергии, мы способствуем тому, чтобы наши мечты сбывались. И все же, ну зачем нам эта жизненная энергия? Да еще и в больших количествах, может и так сойдет? Да нет, не сойдет. Жизненная энергия – это наша способность действовать вообще, а нормальное ее количество отвечает за скорость действий и мыслительных процессов, активность, успешность, способность замотивировать себя на те или иные поступки. Мы выживаем и достигаем высот именно благодаря жизненной энергии. Что особенно интересно, порой именно с возрастом мы становимся более активными, азартнее включаемся в жизнь и начинаем действовать. И это объяснимо. Иногда далеко не сразу человек находит свой жизненный путь, вырывается из-под влияния своего окружения, достигает финансового положения, благодаря чему может позволить себе жить согласно собственным устремлениям. Высокий или низкий уровень жизненной энергии – это не обязательно хорошо или плохо. Даже при небольших энергозапасах вы можете вести вполне комфортный образ жизни, существовать на собственном островке стабильности и уюта. Большое количество энергии можно пустить не только на достижение каких-либо светлых целей, но и на всевозможные плохие поступки. Пожалуй, здесь главная гармония – баланс. Необходимо, чтобы лично вам хватало жизненной энергии для вашего же комфортного бытия, чтобы поддерживался нормальный уровень настроения. Депрессивные, апатичные состояния – уже показатель нехватки энергии, а значит, ее необходимо восполнять. Но если вы стремитесь к чему-то большему, чем ваше нынешнее существование, развивать энергетические каналы, накапливать энергию – это прекрасная возможность добиться более высоких целей. Энергия является основой жизни, двигателем за каждым действием, мыслью и эмоцией. Она питает наши тела, придает силы нашим амбициям и проводит нас сквозь сложности существования. В то время как материальные вещи, знания и отношения имеют большую ценность, энергия – это наиболее существенный аспект нашей жизни. Энергия – это катализатор, придающий жизнь всему, что нас окружает. С момента пробуждения, да и во сне тоже, энергия протекает через наши тела, позволяя нам функционировать, общаться и действовать, создавать. Это причина, по которой наши сердца бьются, легкие дышат, а умы мыслят. Без энергии жизнь остановилась бы, и яркая мозаика окружающей реальности, какой мы ее знаем, развалилась бы. В стремлении к нашим целям, будь то личные или профессиональные, энергия является необходимым условием любых достижений. Без силы и живости, которую обеспечивает энергия, нам бы не хватило мотивации идти за мечтами, преодолевать трудности и достигать новых высот. Это сила, что побуждает нас покинуть зону комфорта и войти в области инноваций и роста. Энергия играет ключевую роль в поддержании нашего умственного и эмоционального благополучия. Когда мы заряжены энергией, наши умы более остры, и наша способность справляться со стрессом и неудачами улучшается. Адекватные уровни энергии позволяют нам поддерживать эмоциональное равновесие, принимать обоснованные решения и находить путь среди наших сложных эмоций с большей ясностью. Энергия служит проводником, который связывает нас с другими людьми. Энергия, которую мы излучаем через наши слова, действия и присутствие, влияет на то, как мы взаимодействуем друг с другом. Позитивная энергия способствует налаживанию глубоких отношений, развивает эмпатию и обеспечивает эффективное общение. Когда мы делимся нашей энергией с другими, это создает связи и строит сообщество, напоминая нам о нашей взаимосвязи. В области творчества и инноваций энергия – это искра, которая зажигает новые идеи и открытия. Когда наша энергия высока, наш разум открыт для исследований, что позволяет нам мыслить нестандартно и видеть решения, которые ранее были недоступны. Творческая энергия питает изобретение, художественное выражение и эволюцию общества. Наше физическое здоровье неразрывно связано с уровнями нашей энергии. Когда у нас есть достаточной энергии, наши тела способны бороться с болезнями, восстанавливаться после травм и поддерживать общее благополучие. Физическая энергия дает нам возможность заниматься любимыми видами активности, начиная от физических упражнений, занятий спортом до исследования природы. Энергия обладает трансформирующей силой, способной привести к переменам, будь то на индивидуальном или общественном уровне. Она дает силу разорвать отрицательные паттерны, привычки и ограничивающие убеждения. В более крупном масштабе коллективная энергия приводит к социальным движениям, формирует политическую обстановку и создает путь к прогрессу и эволюции. Поэтому энергия важна не только на личном уровне, но и на глобальном. Приоритизация и управление уровнями энергии – это основа поддержания личного благополучия. Когда мы пренебрегаем своей энергией, мы рискуем получить выгорание, истощение и ухудшение качества жизни. С другой стороны, когда мы осознанно заботимся о своей энергии через практики, такие как достаточный сон, сбалансированное питание, регулярная физическая активность и осознанность, мы создаем фундамент для насыщенной и целенаправленной жизни. Время само по себе также является проявлением энергии. Каждый момент – это использование энергии, возможность взаимодействовать, создавать и переживать жизнь. Признание ограниченности времени подчеркивает важность ценности и мудрого использования нашей энергии. Каждый выбор, каждое действие – это инвестиция нашей энергии в формировании настоящего и будущего. Энергия – это нить, пронизывающая ткань нашего существования, оживляющая наши тела, усиливающая наши умы и реализующая наши амбиции. Она преодолевает границы, связывая нас друг с другом и со Вселенной. От личного благополучия до общественного прогресса важность энергии не может быть переоценена. Признавая и ухаживая за этим бесценным ресурсом, мы можем улучшить свою жизнь, создать значимые связи и внести вклад в лучший мир. Признавая энергию самым важным, что у нас есть, мы начинаем путешествие в мир самопознания и реализации своего полного потенциала. И, наконец, давайте обсудим виды жизненной энергии. Базовой является энергия физическая. Ее можно получить из продуктов питания, воды, воздуха. Она расходуется на поддержание прежде всего физического состояния, но также важна и для общего энергобаланса организма. Согласитесь, сложно пребывать в прекрасном настроении и активно действовать, если вы голодны или страдаете от жажды. И второй вид энергии – духовная. Именно к ней относится наша способность развивать силу воли, черты характера нашей личности. Именно благодаря духовной энергии мы действуем, движемся по избранному пути, а вовсе не благодаря шоколадному батончику или энергетическому напитку. Итак, жизненная энергия – это совокупность ее физических и духовных аспектов, таких как воля, творческий потенциал, настойчивость, жизнестойкость, работоспособность и многих других факторов. Причем все вышеперечисленные и не только параметры в равной мере отражают уровень нашей жизненной энергии. Что насчет вас? Хватает ли вам жизненной энергии, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаете? Чувствуете ли вы, что вам все по плечу? Если ваш ответ нет или вы затрудняетесь ответить, то эта книга поможет вам переосмыслить свою жизнь. Давайте вместе попробуем развить жизненную энергию. Энергетические потоки и чакры. Как уже говорилось ранее, энергия циркулирует по энергетическим потокам, как кровь по кровеносным сосудам. Проще всего при рассмотрении этого понятия оперировать йогической терминологией. Энергия в йоге называется санскритским словом прана. Прана пронизывает все тело человека, перемещается по 72 тысячам энергетических каналов. Такие цифры приводятся в хатха-йоге Прадипике, одном из йогических текстов. Основных каналов насчитывается три. Пингала, солнечный, Ида, лунный и Сушумна, центральный. Между прочим, йоги утверждают, что то, по какому из них течет энергия, влияет на особенности натуры человека. Протекание энергии по солнечному каналу приводит к тому, что человек характеризуется активностью, бурной деятельностью, порой излишне суетливой. Лунный канал – склонность к пассивности, унынию, меланхолии. Центральный канал, по мнению йогов, оптимален. Энергия, протекающая по нему, влияет на человека таким образом, что тот становится добродетельным, склонным к альтруизму, стремящимся приносить благо окружающим. Энергетические каналы в человеческом теле переплетаются, образуя своего рода энергетические узлы, чакры. Традиционно их насчитывается семь. Именно в чакрах накапливается и расходуется энергия. В зависимости от того, какого эмоционального энергетического уровня достиг человек, основной энергообмен с миром у него осуществляется через ту или иную чакру. Это влияет на то, какие эмоции мы испытываем при общении с миром и что излучаем в окружающее пространство. Человек, ведомый одной из нижних чакр, ориентирован на удовлетворение собственных потребностей. Тот же, у кого наиболее развита верхняя чакра, альтруистичен, добр и стремится творить благо. Концепция чакр завораживает умоискателей и практиков на протяжении веков. Пришедшие из древних индийских традиций и учений, чакры считаются жизненно важными энергетическими центрами в наших телах, влияющими на наше физическое, эмоциональное и духовное состояние. В современном мире, где мы начинаем видеть все возрастающую роль энергии и эзотерических практик, важность изучения чакр приобретает все большее значение. Чакры можно сравнить с энергетическим чертежом, который управляет потоком энергии жизненной силы, также известной как прана или ци по нашим телам. Эти семь основных энергетических центров выстроены вдоль позвоночника, от основания до макушки головы. Когда наши чакры сбалансированы и гармонично выровнены, наше физическое, умственное и эмоциональное состояние процветает. Несбалансированности или блокировки внутри этих энергетических центров могут проявляться в виде физических недомоганий, эмоциональных расстройств и чувства отчуждения. Один из ключевых аспектов важности чакр является их роль интеграции троицы ума, тела и духа. Каждая чакра ассоциируется с конкретными физическими органами, эмоциональными атрибутами и духовными качествами. Когда эти энергетические центры находятся в гармонии, они создают цельное и взаимосвязанное состояние бытия. Эта интеграция способствует нашему благополучию, позволяя нам проживать жизнь с чувством целостности и баланса. Чакры глубоко переплетены с нашими эмоциональными состояниями. Каждая чакра соответствует различным эмоциям и психологическим аспектам нашей жизни. Например, сердечная чакра связана с любовью и состраданием, тогда как горловая чакра связана с коммуникацией и самовыражением. Работая над балансировкой и очищением этих энергетических центров, мы можем заниматься эмоциональным исцелением, освобождать застойные эмоции и создавать пространство для духовного роста. Наше физическое благополучие также неразрывно связано с состоянием наших чакр. Когда энергия свободно протекает через эти центры, она питает органы и системы, связанные с каждой чакрой, способствуя оптимальному здоровью. Несбалансированные чакры могут привести к физическим неприятностям или заболеваниям. Работая над этими дисбалансами через практики, такие как медитация, йога и энергетическое исцеление, мы можем способствовать общему физическому благополучию. Чакры служат вратами к личному росту и трансформации. Пока мы работаем над балансировкой и очищением каждого энергетического центра, мы начинаем путешествие самопознания и самосовершенствования. Этот процесс может привести к повышенной осознанности, расширенному сознанию и глубокой связи с нашей истинной сущностью. Гармонизируя и очищая чакры, мы создаем фундамент для личной эволюции и духовного развития. Чакры играют важную роль в усилении нашей духовной связи и пробуждении. Коронная чакра, расположенная на вершине головы, часто ассоциируется с высшим сознанием и духовным просветлением. Когда эта чакра активирована и сбалансирована, мы переживаем более глубокое чувство связи со Вселенной, наша интуиция обостряется, и мы переживаем инсайты, такие как понимание нашей цели в жизни. Балансировка чакр также может способствовать снижению стресса и расслаблению. Когда наши энергетические центры заблокированы или не сбалансированы, это может привести к ощущениям стресса, тревожности и беспокойства. Практики балансировки чакр, такие как медитация, глубокое дыхание и энергетическое исцеление, позволяют снять это напряжение и пережить больший покой и внутреннее расслабление. Работа с чакрами позволяет нам активно участвовать в нашем собственном благополучии. Понимая состояние наших энергетических центров, мы можем выявить области, требующие внимания и исцеления. Это самосознание способствует ощущению собственной силы, так как мы становимся активными участниками нашего пути к здоровью. Кроме того, работа с чакрами может усилить наше собереживание и сострадание к себе и другим, так как мы осознаем взаимосвязь всех существ через эти энергетические центры. Сбалансированные чакры могут положительно сказаться на наших отношениях. Пока мы работаем над исцелением и балансировкой наших энергетических центров, мы становимся более чуткими к нашим эмоциям, коммуникации и межличностной динамике. Это новое осознание позволяет нам присутствовать в наших отношениях с большей эмпатией, пониманием и гармонией. Чакры также тесно связаны с творчеством и самовыражением. Сакральная чакра, расположенная в нижней части живота, связана с творчеством и страстью. Разблокировка и активация этой чакры может освободить наш творческий потенциал и позволить нам свободнее выражать себя в различных аспектах нашей жизни. Важность чакр простирается далеко за пределы эзотерических концепций. Они выстраивают глубокую систему понимания нашего благополучия и духовного пути. Признавая значимость этих энергетических центров, мы активируем силу самоисцеления, личностного роста и расширенного сознания. Работа с чакрами дарит нам возможность проживать жизнь с намерением, осознанностью и более глубокой связью с нашим внутренним «я» и Вселенной. Начиная путь исследования и балансировки чакр, мы начинаем путешествие трансформации, исцеления и более глубокой связи с сущностью нашего бытия. Давайте о чакрах более подробно. Это важно. Работу чакр, между прочим, можно стабилизировать и сбалансировать, что благотворно повлияет не только на жизненную энергию, но и на организм человека. Схему расположения чакр легко найти в интернете. Вы можете и самостоятельно нащупать, ощутить их, концентрируясь на соответствующих участках своего тела. Вот как они располагаются в последовательности от нижней чакры к высшей. Область промежности, низ живота, пупок, солнечное сплетение, уровень сердца по центральной линии, область горла, щитовидная железа, центр лба, темечка. Проявление трёх нижних чакр – это прежде всего животные инстинкты и склонность к эгоизму. Человек, живущий на нижних пластах развития, склонен действовать, ориентируясь на собственную выгоду. Первое. Корневая чакра или муладхара. Чакра. Расположена у основания позвоночника. Корневая чакра служит нашим фундаментом, приземляя нас к и создавая крепкую основу жизни в физическом мире. Олицетворяя стабильность, безопасность и чувство принадлежности, эта чакра ассоциируется с красным цветом. Сбалансированная корневая чакра способствует ощущению безопасности и способности с уверенностью преодолевать жизненные вызовы. Несбалансированность может проявляться как тревожность, неуверенность или отсутствие направления. Вторая сакральная чакра или свадхистана. Расположенная чуть ниже пупка, сакральная чакра связана с нашим творчеством, чувственностью и эмоциями. Ее яркий оранжевый оттенок символизирует жизненную силу и страсть. Гармоничная сакральная чакра способствует здоровым отношениям, художественному выражению и энтузиазму к жизни. Когда она заблокирована, это может привести к эмоциональной нестабильности, стагнации творчества или невозможности устанавливать близкие отношения с другими. Третье. Солнечная чакра или манипура. Расположенная в верхней части живота солнечная чакра – это центр личной силы и уверенности, представленная желтым цветом, она управляет самооценкой и волей. В сбалансированном состоянии эта чакра дает нам силу контролировать свою жизнь, принимать решения с ясностью и культивировать крепкое чувство себя. Несбалансированная солнечная чакра может привести к ощущению бессилия, нерешительности или отсутствию мотивации. Начиная с четвертой сердечной чакры, уровень духовного развития уже можно назвать человеческим. Такой человек сострадателен, альтруистичен, стремится принести благо окружающим. Впрочем, ограниченность и животные инстинкты все еще присутствуют, но с ними вполне можно бороться. Четвертое. Сердечная чакра. Анхата. Находясь в центре груди, сердечная чакра является мостом между нижними и высшими чакрами. Проявленная в зеленом цвете, она воплощает любовь, сострадание и прощение. Сбалансированная сердечная чакра позволяет нам отдавать и принимать любовь открыто, формировать глубокие связи и расширять эмпатию к себе и другим. Несбалансированность может привести к эмоциональному отчуждению, горечи или невозможности установления отношений, наполненных смыслом. Пятое. Горловая чакра. Вишутха. Человек, ведомый пятой горловой чакрой, мыслит более рационально и способен эффективно распоряжаться своими возможностями. Он склонен к обостренному чувству справедливости и нередко стремится нести добро, независимо от того, нужно ли оно окружающим. Расположенная на уровне горла горловая чакра управляет коммуникацией, самовыражением и подлинностью. Ее успокаивающий голубой цвет символизирует ясность и спокойствие. В гармонии эта чакра позволяет нам эффективно формулировать свои мысли, активно слушать и выражать свою истинную сущность с уверенностью. При заблокированной горловой чакре могут возникнуть трудности в общении, страх перед высказыванием или ощущение невнимания. Шестая чакра. Аджана или третий глаз. Шестая. Лобная чакра активно проявляется у творческих людей, причем творчество это направлено на созидание и высокие цели. Находящаяся между бровями чакра третьего глаза связана с интуицией, восприятием и внутренней мудростью. Ее синий оттенок символизирует понимание и ясность. Сбалансированная чакра третьего глаза усиливает нашу интуицию, воображение и духовное осознание, позволяя нам видеть за пределами физического мира. При несбалансированности она может вызвать путаницу, недостаток ясности или невозможность доверять своей интуиции. И, наконец, седьмая. Теменная чакра. Венец развития человека. Седьмая чакра активно у просветленных, высокодуховных людей. Седьмая. Коронная чакра. Сахасрара. Расположена на вершине головы. Она представляет наше соединение с божественным и вселенским сознанием. Часто изображается в фиолетовом или белом цвете. Эта чакра является местом духовного просветления и высшего знания. Сбалансированная коронная чакра дает ощущение взаимосвязи духовного понимания и глубокого осознания Вселенной. Несбалансированная коронная чакра может проявляться как ощущение изоляции, духовное отчуждение или отсутствие смысла. Семь чакр влияют на нашу физическую жизнеспособность, эмоциональное благополучие и духовный рост. Эти вращающиеся колеса энергии направляют нас к самосознанию, внутреннему балансу и глубокому пониманию нашего места во Вселенной. Признавая и питая эти энергетические центры, мы культивируем гармонию внутри и вокруг себя. Научившись работать с чакрами, вы сможете контролировать собственную энергию и постепенно повышать ее уровень. Проще всего это сделать следующим образом. Расслабьтесь и постарайтесь ощутить в своем теле энергетические сгустки. Они могут отдавать теплом или холодом, каким-то покалыванием. В любом случае, ощущаются чакры чуть иначе, нежели остальное тело. Ежедневно концентрируясь на каждой из чакр, хотя бы по минуте, вы улучшаете их работу. Хватает ли вам сил на то, чтобы стать успешными? И не только. Все, что мы делаем, все, что нас окружает, проявление нашей энергии. Эзотерики утверждают, что богатство и финансовая несостоятельность тоже определяются исключительно уровнем нашей энергии. Покупая нечто дорогостоящее, мы затрачиваем огромное количество собственной энергии. По сути, энергия — это топливо, благодаря которому вы живете. Ее можно тратить понемногу, как подкладывают дрова в камин, а можно, что называется, всю поленницу разом поджечь. И что тогда? Энергии не останется, и человек может умереть. Если жизненная энергия заканчивается, вы теряете естественную защиту от несчастных случаев, проблем. Потому нужно расходовать ее бережно и вовремя пополнять энергетические запасы организма. К сожалению, современный мир ориентирован на то, чтобы вы расходовали свои энергозапасы как можно быстрее. Почему? Прежде всего, это прибыльный бизнес, тот, что строится на зависимостях. Зависимость с энергетических позиций представляет собой регулярную потерю вашей энергии при удовлетворении назойливого желания — курению, сладостям, алкоголю, например. Покупая очередную хотелку, вы растрачиваете энергию. Следующий немаловажный аспект мироустройства — обладателями мощной жизненной энергии сложнее управлять. Такие люди стремятся к самореализации, способны достаточно многого добиться в жизни. И вряд ли готовы позволить кому-то принимать за себя решения. Тогда как глобальному бизнесу нужны послушные, покорные потребители. А потому с самого рождения детей подсаживают на всевозможные гаджеты, сладости и фастфуд. Бесполезно проводить время гораздо легче, чем заниматься самосовершенствованием. А через все эти удовольствия жизненная энергия сливается очень быстро. Отсюда и депрессия, которая может проявляться уже с раннего возраста. И такая утечка энергии происходит постоянно. А когда такое случается, у вас просто не остается возможности накопить энергию для каких-либо более конструктивных действий. Отсюда и возникают лень и апатия. Итак, основной энергетический потенциал закладывается в вас при рождении. В течение жизни мы получаем энергию, ограничивая потребление благ и отказываясь от вредных привычек, наслаждаясь одиночеством и практикуя дыхательную гимнастику, занимаясь творчеством. Существует множество способов восстановления энергии, и они не потребуют от вас отказаться, скажем, от пирожного к чаю или вокала вина. Зато сил появится значительно больше. Хотите узнать об этом? Немного терпения. Поговорим об этом чуть дальше. Теряем же энергию мы, попадая в замкнутый круг вредных привычек и привязанностей, проявляя недовольство судьбой, страхи перед будущим. Даже просто раздражаясь, вы теряете энергию. Она утекает, выплескивается на источник вашего раздражения, а негативные эмоции никуда не деваются. И они продолжают мучить вас, вытягивая все новые и новые порции жизненной энергии. А уж если вы выплескиваете свое раздражение в мир, прана хлещет мощным потоком, оставляя вас опустошенными. Вы замечали, как часто вы злитесь на кого-то, пусть даже по мелочам. И это далеко не все способы потери энергии. Кажется, сам мировой общественный порядок нацелен именно на это. Энергия сливается в никуда, когда вы обижаетесь, переедаете, едите продукты с консервантами и химическими добавками. Между прочим, перекусы на ходу тоже вредны с точки зрения энергетики. Пустая болтовня, сплетни, критика, отсутствие жизненных целей – все это приводит к бессмысленному расходу жизненной энергии. А как часто вы погружаетесь в спокойное, гармоничное молчание, прогуливаетесь по парку, любуясь природой, медитируете. Куда девается наша энергия? Энергия нам необходима. Благодаря ей вы находите в себе силы проснуться утром и начать новый день, ставите перед собой цели, добиваетесь их, работаете и отдыхаете. Но жизнь такова, что порой мы вынуждены тратить больше сил, чем получаем. Вы часто отдыхаете? Правильно. Не перед телевизором или компьютером, не в шумной компании, а на природе, в тишине. Зато наверняка много работаете, ведь нужны деньги, и занимаете свое время массой бессмысленных энергозатратных действий. Энергия – это ограниченный ресурс, который питает каждый аспект нашей жизни. Это искра, которая поднимает нас с постели утром, толкает нас к выполнению повседневных задач и помогает нам быть на связи с окружающим миром. Однако в сегодняшнем быстротечном и требовательном мире мы часто чувствуем, что наша энергия постоянно истощается, и мы боремся, чтобы оставаться сосредоточенными, мотивированными и удовлетворенными. Сейчас мы расскажем о факторах, способствующих потере нашей энергии, и предложим идеи, как противостоять им. Первое. Недостаточное качество сна. Важность сна нельзя недооценить. Нашему организму и разуму необходим должный отдых для оптимального функционирования. Плохое качество сна или недостаточное количество сна разрушает наш естественный биологический ритм, что приводит к цепочке негативных последствий для уровня нашей энергии. Хронический недостаток сна замедляет когнитивные функции, ухудшает нашу способность концентрации и уменьшает эмоциональную устойчивость. Создание постоянной рутины сна, создание комфортной среды для сна и практика релаксационных техник перед сном могут значительно улучшить качество сна и, следовательно, повысить наши запасы энергии. Второе. Несбалансированное питание и увлажнение. Пищу, которую мы употребляем, служат строительными блоками нашей энергии. Диета, богатая высокообработанными продуктами, сахарами и вредными жирами, может предоставить кратковременный всплеск энергии, но за ним обычно следует упадок, который оставляет нас обессиленными. С другой стороны, диета, богатая питательными, цельными продуктами, обеспечивает устойчивый и стабильный источник энергии. Кроме того, обезвоживание может незаметно накапливаться и вызвать усталость, влияя на физическую и когнитивную производительность. Поддержание гидрации путем употребления воды в течение дня необходимо для поддержания оптимальных уровней энергии. Третье. Сидячий образ жизни. Наши тела созданы для движения, и отсутствие физической активности может исчерпывать наши запасы энергии. Сидячий образ жизни приводит не только к ухудшению мышечного тонуса и здоровья сердечно-сосудистой системы, но также затрудняет способность организма эффективно использовать энергию. Регулярное занятие спортом улучшает кровообращение, высвобождение эндорфинов и повышение общей жизненной силы. Включение движения в повседневную рутину даже через простые активности, такие как растяжка или короткие прогулки, может положительно повлиять на уровень энергии. Четвертое. Эмоциональные факторы. Наши эмоции тесно связаны с нашим уровнем энергии. Негативные эмоции, такие как тревога, гнев и грусть, могут как умственно, так и физически истощать нас. Пренебрежение или подавление этих эмоций может привести к эмоциональной усталости, делая нас изнуренными. Важно обращаться к своим эмоциям и обрабатывать их через здоровые методы, такие как ведение дневника, общение с друзьями или поиск профессиональной поддержки. Признавая свои чувства, мы можем предотвратить их превращение в источник истощения нашей энергии. Пятое. Перезагрузка обязанностями. В стремлении быть продуктивными и успешными мы часто берем на себя больше обязательств, чем можем выполнить. Излишняя занятость приводит к многозадачности, повышенному стрессу и отсутствию времени для заботы о себе. Научиться устанавливать границы, расставлять приоритеты и говорить «нет», когда это необходимо, важно для поддержания здорового баланса и сохранения нашей энергии. Помните, что качество часто ценнее, чем количество во всех наших начинаниях. Шестое. Отсутствие цели и вовлеченности. Деятельность, которая лишена для нас личного смысла или удовлетворения, может истощать нашу энергию со временем. Ощущение отсутствия связи с нашими ценностями или застревания в рутине, не соответствующий нашим ожиданиям, может вызвать ощущение стагнации. Нахождение смысла в наших ежедневных действиях, установление значимых целей и занятия хобби, которые приносят радость, могут воспламенить наш энтузиазм и повысить наш уровень энергии. Седьмое. Цифровое перенасыщение. Эпоха цифровых технологий принесла с собой огромное количество информации. Постоянное взаимодействие с электронными устройствами может привести к умственной усталости, поскольку наш мозг постоянно обрабатывает информацию и сотни разных уведомлений. Практика цифрового детокса, установка ограничений на время, проведённое за экранами, и практика осознанности могут помочь смягчить это истощение умственной энергии и способствовать более здоровым отношениям с технологиями. Восьмое. Недостаток отдыха. Стремление к повышенной продуктивности, отдых и досуг часто оказываются на задворках. Пренебрежение возможностью расслабиться и заняться отдыхом может привести к выгоранию. Введение регулярных перерывов, занятия, хобби и качественное время с близкими не только пополняют нашу ментальную и эмоциональную энергию, но также способствуют общему благополучию. Девятое. Проблемы со здоровьем. Недиагностированные или недолеченные заболевания могут существенно влиять на наши уровни энергии. Заболевания, такие как анемия, нарушение функции щитовидной железы и синдром хронической усталости могут вызывать постоянную усталость. Обращение за медицинской помощью и управление этими состояниями под руководством медицинских специалистов является ключевым моментом для восстановления энергии и общей жизненной силы. Но самый мощный пожиратель энергии это, конечно, стресс. Особенно хронический стресс. Стресс — неотъемлемая часть жизни, но хронический стресс может быть настоящим вором энергии. Постоянная активация системы стресса в организме может привести к повышенной продукции гормонов стресса, таких как кортизол. Эти гормоны не только нарушают наши схемы сна, но и способствуют появлению ощущения усталости и выгорания. А стрессами наша жизнь наполнена до краев. Общественный транспорт, особенно в часы пик, стресс, пусть он уже и привычный, и мы его практически не замечаем. Не слишком обнадеживающие новости про относительно новое и ужасное заболевание, аварии, конфликты на мировой политической арене — это стресс, даже если, казалось бы, на всем этом не концентрироваться. А проблемы на работе, регулярно растущие цены, мелкие ссоры, болезни — все это стрессы, причем постоянные, а значит, самые опасные. Если случается что-то действительно плохое, организм включает защиту, он у нас мудрый. Мы переживаем ужасное событие, но спустя какое-то время словно забываем о нем и восстанавливаемся. Мелкие каждодневные стрессы дают другую картину. Вы к ним просто привыкаете и перестаете замечать, воспринимать как опасность, а значит, защищаться. Что такое стресс? Это наша реакция на раздражители, при которой включается режим «бей и беги». Кровь интенсивнее поступает в мышцы, что придает телу силы и скорость. Пищеварение отключается, мыслительные процессы ослабевают. Поразмыслить можно и позже, когда справимся с угрозой. Изначально стресс был задуман природой в качестве защиты от враждебной среды. Нападение хищника, которое может стать смертельным. Опасная стремнина при переправе через реку. И этот стресс не относился к длительным. Организм напрягает все силы, выживает и снова переходит в штатный режим. Современные стрессы иные. Рабочие дедлайны, конфликты, толпы в общественном транспорте, пробки на дорогах. Думаете, часто нашим предкам приходилось сталкиваться с хищниками? Ну уж вряд ли ежедневно. А все вышеперечисленное испытывает нервную систему на прочность каждый день. И реакция организма остается прежней. Режим «бей и беги», из которого вы просто не успеваете выходить. А значит что? Гастриты и прочие проблемы с желудком. Это влияние регулярного отключения пищеварения. Усталость, проблемы с мышлением, вялость, быстрая утомляемость, повышение давления и нехватка энергии. Нам просто неоткуда и некогда ее восполнить. Хронический стресс приводит к серьезному упадку сил, повышенной утомляемости, плохой работоспособности, бессонницы. Психологический, эмоциональный стресс проявляется при негативных эмоциональных воздействиях, угрозах, конфликтах, обидах. Но дело даже не в возбудителях стресса, а в наших на него реакциях. Кто-то может повыяснять отношения, допустим, на работе, а выйдя из офиса, забыть об этом. А другой будет страдать, переживать и обижаться долгое время, а значит продолжать тратить свою жизненную энергию. В чем же причина такой разной реакции на стресс? На самом деле стресс – это ваша и только ваша заслуга. Реакция на стресс зависит от того, что вы думаете о следовательно и чувствуете в той или иной ситуации. Вы нервничаете в момент стресса, а значит, испытываете негативные эмоции, боитесь, злитесь, расстраиваетесь, обижаетесь и все в таком духе. Причина неочевидна, но проста. Вы переживаете из-за того, что ваши ожидания не совпадают с происходящим в действительности. Ждете одного, а получаете другое, порой нечто противоположное. Попробуйте любое отрицательное событие рассмотреть с этих позиций. Именно такое несовпадение и вызывает эмоциональную реакцию, а там подключаются особенности вашей психики и характера. Отпускаете негатив, отбрасываете неприятность как несущественную и быстро восстанавливаетесь. Зацикливаетесь на отрицательных эмоциях, значит, продолжаете расходовать жизненную энергию, что приводит к эмоциональным нарушениям, а в дальнейшем и к проблемам со здоровьем. Причем эмоциональное восприятие вторично, первично именно ваша реакция. Она влияет на восприятие. А значит, как бороться с хроническим стрессом? Не допускать его? Нужно менять восприятие ожидания, избавляться от стереотипов касательно того, как все должно быть в жизни. И это серьезная работа над собой. Но она того стоит. Потому что стресс постепенно нас убивает, мы расходуем жизненную энергию на всевозможные мелочи, и организм перестает нормально функционировать. Вам это надо? Вряд ли. Значит, необходимо меняться. Учитесь контролю над разумом, мыслями и собственными реакциями. Путь к восстановлению и сохранению нашей энергии предполагает комплексный подход, охватывающий различные аспекты нашей жизни. Распознавание и активное противостояние факторам, таким как недостаточное качество сна, несбалансированное питание, сидячий образ жизни, хронический стресс, эмоциональные вызовы и перегрузка обязанностями, поможет разорвать цикл истощения энергии. Культивирование здоровых привычек, установка границ, поиск поддержки при необходимости и нахождение смысла в наших действиях не только повышает наш уровень энергии, но и приводит к более удовлетворительной и сбалансированной жизни. Помните, что энергия — это ценный ресурс и управлять ею мудро в наших силах. Болезни и их последствия Вы можете назвать себя здоровым человеком? Нет, не просто ничего не болит, и это хорошо, а действительно здоровым. Все органы и системы функционируют нормально, сезонные заболевания редки и проходят легко и быстро, самочувствие большую часть времени отменное, сил и энергии хоть отбавляй. Если да, это просто замечательно. Поддерживайте баланс жизненной энергии, и все будет отлично. Если же подобное для вас недостижимый идеал, задумайтесь. Прежде всего, давно известно, многие болезни от нервов. О стрессе, который приводит к потере энергии, мы с вами поговорили. Теперь займемся болезнями. Почему мы болеем? Не будем затрагивать генетические врожденные заболевания, а также травмы. Все остальное — ваша собственная заслуга. Заболевания желудка и кишечника. Легких. Сердечно-сосудистые. Болезни внутренних органов. Психические заболевания. Это настоящий бич современной реальности. И все они напрямую зависят от вашего образа жизни и мышления. Вы, и только вы, позволяете себе болеть, запускаете свой организм до такой степени, что он не успевает включить программу самовосстановления. Простуда. Вместо того, чтобы отлежаться недельку дома, вы мчитесь делать нужное и ненужное, возвращаетесь к повседневным обязанностям. Голова разболелась. С причинами мало кто пытается разобраться. Закинули в себя пару таблеток и снова круговерть жизни. И так далее. А ведь таким образом организм призывает нас остановиться, замедлить ритм жизни, задуматься о том, что что-то идет неправильно. К счастью, восстановить здоровье и нормальное самочувствие может каждый из нас. Конечно же, очень важна своевременная медицинская помощь, в том числе всевозможные обследования. Здоровый образ жизни, правильное питание, умеренные занятия спортом тоже лишними не будут. Но не забывайте и о жизненной энергии. Наш организм – мудрая система, способная к самовосстановлению. Но силы для этого кроются именно в запасах жизненной энергии. Связь между умом и телом. Исследование психологических факторов, влияющих на заболевания. Сложные взаимоотношения между нашим умом и телом являются предметом интереса исследователей на протяжении столетий. Несмотря на значительные успехи медицинской науки в понимании физических аспектов болезней, нельзя игнорировать психологические факторы, которые способствуют возникновению и развитию заболеваний. Наше психическое и эмоциональное благополучие играет значительную роль в нашем общем здоровье, влияя на все, начиная с ответа нашей иммунной системы и заканчивая подверженностью хроническим состоянием. Стресс, как мы уже выяснили, непосредственно влияет на нашу иммунную систему. Когда мы находимся в стрессе, организм выделяет гормоны, такие как кортизол, которые могут подавить иммунный ответ. Хронический стресс ослабляет способность иммунной системы защищаться от инфекций и болезней, что делает нас более подверженными заболеваниям. Воспаление, вызванное стрессом, связано с различными состояниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные расстройства и даже рак. Психосоматические заболевания – это физические состояния, имеющие определенные психологические причины. Эти состояния могут варьироваться от головных болей и расстройств желудочно-кишечного тракта до хронических болевых синдромов. Взаимосвязь между умом и телом очевидна при психосоматических заболеваниях, когда эмоциональное беспокойство или нерешенные психологические проблемы проявляются в виде физических симптомов. Учет психологических аспектов этих заболеваний необходим для эффективного лечения. Сдерживание эмоций может иметь негативное воздействие на наше здоровье. Подавление эмоций, особенно отрицательных, таких как гнев, грусть или страх, может привести к хроническому стрессу и физиологическим изменениям, способствующим болезням. Исследования показывают, что люди, сдерживающие свои эмоции, могут иметь ослабленный иммунный ответ и увеличенный риск хронических заболеваний, например, сердечно-сосудистой системы. Психологические травмы могут также оказывать долгосрочное воздействие на наше здоровье. Психологическая травма может привести к таким состояниям, как посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР, и может увеличить риск физических недугов, таких как сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные расстройства и хронический болевой синдром. Забота о психологических и физических потребностях организма очень важна. Наши поведенческие паттерны тесно связаны с нашим психологическим состоянием и могут существенно влиять на наше здоровье. Нездоровые привычки, такие как курение, чрезмерное употребление алкоголя, плохое питание и недостаток физической активности, часто имеют психологические причины, такие как стресс или эмоциональные триггеры. Осознание этих скрытых психологических стимулов может помочь людям внести позитивные изменения в свои привычки и улучшить общее здоровье. Такое психологическое состояние, как депрессия, также может способствовать развитию и обострению хронических физических заболеваний. Депрессия связана с изменениями в воспалительном ответе организма, гормональном балансе и иммунной функции. Это делает людей с депрессией более подверженным различным заболеваниям. Наши убеждения, позитивные или негативные, могут влиять на наше здоровье. Эффект плацебо, например, показывает силу веры в вопросах выздоровления. С другой стороны, негативные убеждения о здоровье или способности к выздоровлению могут способствовать ухудшению болезни. Принятие позитивного мировоззрения и культивирование убеждений, поддерживающих исцеление, может позитивно влиять на наше здоровье. Как мы справляемся со стрессом и вызовами жизни имеет глубокое воздействие на наше здоровье? Эффективные стратегии, такие как поиск социальной поддержки, практика осознанности или занятие любимым делом, могут увеличить устойчивость и защитить от негативных последствий стресса. С другой стороны, адаптивные механизмы, такие как злоупотребление веществами, переедание, компульсивные траты или избегание могут способствовать физическим и психологическим проблемам в области здоровья. Связь между умом и телом — это мощная сила, которую нельзя недооценивать в области здоровья и благополучия. Психологические факторы, начиная от стресса и подавления эмоций, и заканчивая психологическими травмами и негативными убеждениями, играют значительную роль в возникновении, прогрессе и исцелении болезней. Признание и анализ этих психологических влияний крайне важны для комплексного подхода к здравоохранению. Интеграция поддержки психического здоровья, техник управления стрессом и здоровых механизмов управления стрессом может улучшить наше общее благополучие и дать нам возможность активно участвовать в поддержании своего здоровья. СУЕТА-СУЕТ Вы часто чувствуете себя белкой в колесе? Работаете на износ, чтобы позволить себе достойный уровень жизни? Желаете всё большего? Покупаете машину, потом следующую, и ещё, и ещё. Обновляете телефон, стоит ему чуть устареть, если судить по рекламе, и считаете себя счастливым человеком, но не замечаете, что всё больше заработанных денег уходит на лекарства и врачей. К сожалению, в погоне за безумным ритмом жизни, за удовлетворением собственных, всё возрастающих потребностей, вы лишаетесь жизненной энергии. А восстанавливать её нет времени, ведь на работе дедлайн, заключён новый контракт, хочется заработать ещё больше денег. Итоги печальны. Врачи, таблетки, ослабленный организм, упадок сил. Уже к 40 годам у современного человека обостряются все возможные болезни. От проблем с сердцем, нервами и позвоночником до хронической депрессии. Причём все эти сомнительные удовольствия приходится лечить. Желательно быстро, чтобы не сойти с дистанции и не потерять работу. И вот он, замкнутый круг. Вы хотите как минимум поддерживать прежний образ жизни, а значит, приходится работать. Дополнительная статья расходов, врачи и медикаменты требуют ещё более интенсивного труда. Но вспомните, что делают с загнанными лошадьми. И вы поступаете так же с самим собой. Вы не готовы позволить себе передохнуть необычные пару недель-месяц, а допустим, полгода, чтобы нормально восстановиться. Подлечились и вновь в беличье колесо. Болезни развиваются не сразу, а постепенно, под воздействием ряда причин. Хроническая усталость. Малоактивный образ жизни или, напротив, выматывающая активность. Постоянный страх не успеть. Сойти с избранной дистанции. Всё это откачивает жизненную энергию и неминуемо сказывается на физическом здоровье. Болезни перетекают в хроническую стадию, поскольку человек редко находит время заняться ими вплотную. Они также оказывают воздействие на эмоциональное состояние, настроение. И вот итог. Вместо того, чтобы наслаждаться заслуженными победами, вы переживаете по всевозможным причинам и вновь расходуете жизненную энергию, которой и так не хватает. Конечно, бросить гонку сразу очень сложно, да и не всегда правильно. А вас посещало такое желание бросить всё? Резко меняя образ жизни, вы получаете очередной стресс, депрессию, усугубление проблем со здоровьем, а ко всему тому непростое финансовое положение. Энергетические запасы истощены, и придумать что-то новое с целью без труда заработать недостающие деньги тоже вряд ли удастся. Но можно двигаться небольшими шажками. Позволяйте себе отдых, занимайтесь медитативными практиками, прокачивайте запасы энергии, старайтесь не загонять себя в ловушку замкнутого круга, действуйте постепенно, не пытайтесь заработать всё и сразу, переделать все дела, составьте список и выкиньте из него всё то, что делать необязательно. Переставьте в конец списка маловажное, незначительное и не слишком срочное. Займитесь здоровьем, если это необходимо, и увидите, насколько счастливее вы становитесь. Перестаньте тратить попусту свою энергию. Самый широкий канал потерь энергии — это всевозможные причины, связанные с нашим физическим состоянием. На уровне организма мы тратим большое количество сил, причём делаем это по большей части неосознанно. И мало кто заботится о восстановлении энергетических запасов. Хронические заболевания — один из наиболее серьёзных оттоков жизненной энергии. Прана расходуется на попытку исцелить организм, потому что для нас здоровое тело — норма. Но энергии не хватает, и болезни остаются. Что делать? Как мы уже говорили, прежде всего заняться перестройкой собственных эмоциональных реакций. Следующий шаг — вплотную уделить внимание здоровью. Диспансеризация, отдых, санатории — всё это поможет предотвратить дальнейшее развитие заболеваний, привести организм в нормальное состояние. Ну и, разумеется, займитесь энергетическими практиками, о которых мы обязательно расскажем. Они помогут вам восстановить силы. Настоящий бич нашего времени — негативно настроенные окружающие. Нередко такие люди бессознательно откачивают нашу энергию, жалуясь и скандали. Но бывает и сознательное негативное воздействие, так называемый энергетический вампиризм. Все мы знаем, кто такие вампиры из художественной литературы. Это создания, пьющие кровь. Современные же вампиры питаются вашей энергией. Если после общения с человеком даже недолго вы ощущаете упадок сил, раздражительность, общее недомогание, портится настроение, скорее всего, вы имели дело с энергетическим вампиром. Основной признак такой встречи — непонятно, откуда взявшаяся усталость, ощущение краха всех надежд, нежелание действовать. Вампиры бывают разными. С кем не стоит общаться? Или, по крайней мере, как помешать им высосать вашу жизненную энергию? Прежде всего, не стоит контактировать с теми, кто постоянно строит из себя жертву, жалуется на все на свете, обвиняет в своих неудачах весь мир. Постарайтесь избегать назойливых людей, приходящих в гости без приглашения, звонящих поболтать о себе, бестактных. Не стоит терять время и с особо властными персонажами. С теми, кто стремится контролировать все на свете, любую ситуацию. Путем этого контроля человек фокусирует на себе ваше внимание и, как следствие, поглощает вашу энергию. Такие люди прикрываются заботой, но на деле она не принесет вам ни пользы, ни удовольствия. К сожалению, вряд ли мы можем себе позволить постоянно избегать неприятных людей. Они встречаются повсеместно, и среди ваших родственников, коллег, даже друзей, приятелей могут быть энергетические вампиры, но от них можно защититься. Прежде всего, контролируйте собственные эмоции. Именно они пища для вампира. Именно на проявление бурных эмоциональных реакций он вас пытается спровоцировать. Не поддавайтесь на провокацию. Промолчите. Смените тему или молча выйдите из помещения. Отказывайте, если это необходимо. Не бойтесь сказать «нет». Не жалейте. Если человеку реально нужна помощь, помогите. Но если раз за разом ваш приятель жалуется на те же проблемы, не пытаясь изменить собственное поведение, откажитесь выслушивать все это. На жалость уходит бездна энергии и, к несчастью, это чувство деструктивно. Одно дело помочь нуждающемуся в помощи, разово оказать поддержку, и другое – жалеть того, кто не пытается изменить ситуацию. Тем самым вы тратите на бесполезную эмоцию собственные силы, которыми питается жалобщик. Работайте над собой. Ваши эмоции – пища для вампиров. Не выплескивайте их. Избавляйтесь от страхов, скованности, неуверенности в себе. Ну и, наконец, существуют простые физические методы восстановления энергии после общения с энергетическим вампиром. Примите душ или ванну. Вода с глубокой древности известна в качестве лучшего очищающего средства как от негативного воздействия, так и от болезней. Если такой возможности нет, подержите кисти рук под струей проточной холодной воды несколько минут, тем самым вы смоете негатив. При общении с человеком, которого вы воспринимаете как вампира, скрестите руки на груди, ноги, мысленно представив, что вы под защитой. Можете скрутить пальцы, сунув руку в карман, это тоже отсекает направленный в вашу сторону негатив. Посидите с горящей свечой, глядя на пламя. Тоже прекрасная чистка от негативной энергетики, полученной извне, да и восстановление энергии неплохое. Виноваты сами. Помимо вампиризма, о котором мы с вами говорили, существует и такое понятие, как самовампиризм. Самокритика, отрицательные эмоции, злость, обида, лень, эгоизм, склонность жалеть себя, все это выкачивает вашу же собственную жизненную энергию. Давно известно, что прежде всего мы сами себе вредим, так как склонны расходовать силы на вещи, не стоящие того. Критикуя себя, вы тратите собственную энергию. Одно дело сказать, «Я располнел, надо заняться спортом». И заняться спортом. Начать больше ходить пешком или бегать по утрам, как минимум. Ну, или записаться в спортзал или бассейн и ходить туда. И совсем другое, когда вы постоянно заявляете, «Я такой толстый», и ничего не делаете, чтобы это изменить. Вы просто-напросто снижаете самооценку, тратите энергию впустую. Избегайте подобного. Пустые мечты и еще одна дыра, в которую мощным потоком утекает ваша энергия. Казалось бы, почему? Мечтать — это хорошо, но не витать в облаках неизбыточных желаний. Если у вас появляется мечта, действуйте. Приближайте ее. Ставьте цель и стремитесь к ее достижению. Вы и представить себе не можете, сколько энергии слили в прошлом, не реализовав свои желания. Мечтая, вы вкладываете в это занятие свою энергию. Ваше сознание воспринимает мечты как цель, поставленную к реализации задачу. Но вы ничего не делаете. Ах, как было бы хорошо купить машину. И вы детально представляете, какой бы стала эта машина. С каким удовольствием вы сядете за руль. Энергия уходит. Но ни зарплата, ни прочие жизненные условия в данный момент времени не позволяют совершить такую покупку. И все. Вы бросили кусок собственной жизни и своей энергии на ветер. Другое дело, если мечта реализуется, тогда ваша энергия возвращается и восполняется благодаря удовольствию от исполненного желания. Впрочем, большую часть энергии, растраченной на мечтание впустую, можно вернуть. Хотите узнать, как? Тогда слушайте дальше. Еще одно бессмысленное расходование жизненной энергии это переживание. В принципе, здесь происходит тот же процесс, что и с мечтами. Вы переживаете о том, на что не можете или не готовы повлиять, заражаетесь жалостью к себе и миру и расходуете силы на деструктивную деятельность. Попробуйте спросить себя честно, нравится ли вам страдать. Чепуха. Можете подумать вы, кому это вообще может нравиться? На самом деле, многим. Замечали ли вы, что как только с вами случается что-то плохое, вы погружаетесь в пучину уныния и самобичевания? У меня ничего не получилось, зачем я вообще пытался? Меня никто не любит, я никому не нужна. Иногда люди уже совсем утрируют. Я умру, старый девой. Раз меня не взяли на эту должность, возможно, это знак, что у меня нет способностей. Однако вы в силах уйти от этой наезженной калии пессимистичных мыслей. Учитесь принимать то, что изменить не способны. Если чувствуете в себе силы повлиять на ситуацию, начните действовать. Любой путь начинается с малого шага, помните об этом. Избегайте негативных эмоций. Склонность ко лжи, следующая причина расхода жизненной энергии. Ученые выяснили, что когда мы говорим заведомо неверные сведения, наш мозг воспринимает это как ошибку, и нервные импульсы работают как минимум в 3, а то и в 15 раз больше. Это как на экзамене, к которому вы не готовы. Это вызывает стресс, и все негативные последствия с ним связаны. По сути, ваш собственный мозг начинает тратить вашу же энергию в 15 раз быстрее. Только представьте, невинный обман приводит к таким катастрофическим последствиям. А что говорить о мошенничестве, предательстве, измене, эмоции и энергетика? Как вы уже знаете, наши эмоции серьезнейший регулятор жизненной энергии. Радость, счастье и вдохновение помогают нам накопить энергию. Страх, обиды и раздражение растратить ее. Вспомните, как ведут себя дети. Словно у них где-то работает батарейка, правда? Они жизнерадостны, энергии у них огромное количество. А как они действуют, если их обидели? Поплачут или гонько толкнут обидчика? И спустя несколько минут конфликт уже забыт, ребенок вновь доволен и счастлив. А как в аналогичные позиции поступают взрослые? Вам испортили настроение, случился мелкий конфликт, и что же? Вы начинаете перебирать в памяти все мелочи. Вновь и вновь возвращаясь к неприятному событию. И тратите все большее количество энергии и без того израсходованные на негативные эмоции в процессе конфликтной ситуации. Казалось бы, рано или поздно воспоминания должны утихнуть, и жизненная энергия восстановится. Как бы не так, ваш мозг уже запечатлел образ обидчика и связанные с ним эмоции. И теперь при встрече похожего в чем-то человека при попадании в аналогичное окружение вы незаметно для себя начинаете анализировать ситуацию, сравнивая ее с пережитым конфликтом. Энергия вновь тратится в пустую. Аналогичная картина происходит, если вы испытываете дискомфорт в чьем-то обществе. Непонятную апатию. Осуждаете кого-то, пусть мысленно. Такой человек воспринимается нашим мозгом, биокомпьютером, как угроза, и энергия снова расходуется. То есть мысленно наделяя человека негативными качествами, осуждая его, вы записываете его в действующие противники, и это работает во вред вам. Один из наиболее бесполезных способов потратить жизненную энергию — это сожалеть о прошлом. Прошлое — источник нашего опыта и приятных воспоминаний, не более. Сожаление, самокритика бессмысленна и просто вредна. Если вы в прошлом поступили так, а не иначе, значит, у вас были на это веские причины. Изменить то, что уже произошло, вы не сможете. Вы только тратите на свои переживания значительное количество энергии. Обращаясь к прошлому, вы можете проанализировать свои ошибки, сделать нужные выводы, чтобы избежать возможных ошибок в будущем. И всё. Отпустите то, что уже случилось. Страхи и ещё один пожиратель вашей энергии. Все мы чего-то боимся. От банальных мышей, тараканов, змей до чужого осуждения, неудач, неожиданностей. Страхи очень вредны. Они выматывают нас, лишая жизненной энергии. Вы медлите, сомневаетесь, боитесь действовать. И с этим следует бороться. Мы избавляемся от жизненной энергии даже при дыхании, если оно неправильное. Но правильно дышать нас почему-то не учат. Большинство исследователей убеждено, единственно правильный способ дыхания через нос. Нос оборудован таким образом, что фильтрует и прогревает поступающий в лёгкий воздух. На слизистой носовых пазух оседают микробы, что позволяет избежать инфекции. Это барьер, мешающий поступлению в организм вредных веществ. Во рту подобной защиты нет. Избавляйтесь от привычки дышать ртом. Прежде всего, концентрируйтесь на акте дыхания. Тренируйтесь дышать носом. Постепенно вы выработаете эту полезную привычку. Восстановить энергию легко. Мы выяснили, на что расходуется жизненная энергия. А как же её восстановить? У вас есть способы, позволяющие быстро вернуть себе нормальное самочувствие и хорошее настроение? Что удивительно, многие из энергетических подпиток нам известны, и мы прибегаем к ним неосознанно. Чашечка кофе, шоколадка после проблемного дня. Знакомо, не правда ли? Но существуют и более здоровые способы восстановления энергии. О них вы скоро узнаете. Вы познакомитесь с самыми разными практическими упражнениями, которые помогут вам быстро и надолго восстановить энергетические резервы. Обратите внимание на качественное здоровое питание. Вам не придётся есть исключительно морковку, не переживайте. Но следите за балансом белков, жиров и углеводов. Отдавайте предпочтение варёным, тушёным и запечённым продуктам. Не увлекайтесь фастфудом, чипсами и сладостями. Ешьте нежирное мясо и жирную рыбу, фрукты и овощи, медленные углеводы, например, крупы, цельнозерновый хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Не злоупотребляйте газированными напитками и пакетированными соками, в них огромное количество сахара, а пользы для организма очень мало. И не переедайте. Почему? Да потому что на переваривание пищи, особенно жирной, тяжёлой, тратится достаточно много энергии. Тогда как лёгкая и полезная еда помогает нам насытить организм всеми необходимыми веществами и почувствовать себя значительно лучше. Перестройте систему питания, и вы удивитесь, насколько больше у вас появится сил и насколько меньше станет проблем со здоровьем. Уделяйте время отдыху. И это не посиделки перед телевизором с огромной миской чипсов. Утомляют серые будни? В выходные отправляйтесь на природу, в музей или на яркую интересную выставку. Устаёте от постоянного общения? Чувствуете себя без сил к концу рабочей недели? Побудьте наедине с собой. Отключите телефон, не зависайте в соцсетях. Посидите с книжкой или прогуляйтесь. Можете пообщаться с приятным человеком. Самое главное, старайтесь высыпаться. Сон — это самый простой и эффективный способ восстановления жизненной энергии. Недостаток его сказывается на физическом состоянии и настроении. Во сне организм восстанавливается. Спать следует 7-8 часов в сутки, причём лучше всего ложиться до 10 вечера. Это оптимальное время. Чем позже вы ложитесь спать, тем меньше пользы приносит сон. Недостаток сна же приводит к спаду энергии, снижению иммунитета, хронической усталости и прочим не слишком приятным последствиям. Восстановите естественные биологические ритмы организма. Кстати, чтобы хорошо высыпаться, возьмите за правило прогуливаться перед сном хотя бы минут 10-15. Можете принять тёплый душ, выпить некрепкого чаю с мёдом или травяного напитка, такого как ромашка, мята, календула. Не наедайтесь перед сном. Не сидите допоздна за компьютером или перед телевизором. Все эти занятия способствуют перевозбуждению нервной системы и как следствие ухудшению качества сна. Поддерживайте в спальне прохладную температуру, тогда спаться будет гораздо лучше. По возможности избавляйтесь от вредных привычек. Алкоголь, никотин, вредная еда негативно воздействует как на физическое, так и на энергетическое наше состояние. Организм затрачивает много сил на то, чтобы переработать бокальчик вина или тарелку чипсов. Это приводит к истощению запасов жизненной энергии. То же самое касается и любых других излишеств, будь то шопоголизм, слишком интенсивное общение с окружающими, дела, любовные отношения. Переизбыток чего бы то ни было лишает нас удовольствия от получения желаемого, а значит и жизненной энергии. Вкусное пирожное доставляет радость, правда? А если их три? Пять штук. А если каждый день? И, наконец, двигайтесь. Движение — это жизнь. Физические нагрузки держат наш организм в тонусе, улучшают психоэмоциональное состояние, помогают нам бороться со стрессом. Вам не нужно до седьмого пота работать в тренажерном зале. Чрезмерные нагрузки как раз могут пойти во вред. Гораздо лучше, если вы начнете минут 15-20 ежедневно уделять гимнастике. Пусть это будет утренняя разминка, она бодрит, наполняет энергией и готовит к напряженному трудовому дню. Вечером займитесь расслабляющей йогой, вместо посиделок в кафе или за компьютером, в обеденный перерыв прогуляйтесь по улице, выходите на пару остановок раньше, чем нужно, и проходите это расстояние пешком. Позволяйте себе делать что-то, что вам нравится. К сожалению, большинство из нас регулярно приходится заниматься тем, что не слишком привлекает. Далеко не все работают на работе, приносящей исключительно удовольствие. Мало кто может похвастаться постоянной идиллией в личных отношениях. Внутренние силы при этом потихоньку иссякают. Учитесь радовать себя даже в будни, не ждите отпуска. До него вы можете настолько истратить энергию, что ее на радости не останется. Будете лежать пластом на диване без сил и смотреть в потолок. Найдите то, что заряжает вас позитивом. Общение с кем-то определенным? Позвоните просто так, без повода, и поболтайте пару минут. Заварите вкусного чаю или сварите кофе. Сделайте передышку. Освободите себе вечер посреди насыщенной событиями недели. Полежите в ванной при свечах. Расслабьтесь. Все это поможет вам зарядиться энергией. Трансформационная сила медитации восстановления энергии. В современном мире, где постоянные требования и суета повседневной жизни могут заставить нас чувствовать себя измотанными и подавленными, практика медитации предлагает убежище тишины. Помимо ее успокаивающего воздействия, медитация обладает замечательной способностью восстанавливать наш уровень энергии и омолаживать наш разум, тело и дух. Медитация это путешествие внутрь себя. Сознательный выбор сдвинуть свое внимание от внешнего мира к внутреннему. Погрузившись в безмолвие, мы отрываемся от постоянных внешних стимулов, которые способствуют умственной усталости и истощают нашу энергию. Это отделение от чрезмерного воздействия на органы чувств позволяет нашему разуму замедлиться и восстановиться, способствуя ощущению обновления и спокойствия. Один из наиболее значительных факторов, способствующих истощению энергии, это стресс. Практика очисленными исследованиями активирует реакцию организма на расслабление, снижая производство гормонов стресса, таких как кортизол. Регулярная практика медитации помогает регулировать уровень кортизола, что приводит к снижению тревожности, улучшению эмоционального благополучия и увеличению резервов энергии. Медитация учит нас быть полностью в настоящем моменте, развивая сознанность наших мыслей, эмоций и физических ощущений. Это повышенное самосознание предотвращает рассеивание энергии через бессознательное размышление и беспокойство. Укрепляя наше внимание на настоящем моменте, мы сохраняем умственную и эмоциональную энергию, что приводит к большей ясности ума и концентрации. Медитация оказывает глубокое воздействие на нейронные цепи мозга. Регулярная практика связана с увеличением плотности серой материи в областях мозга, связанных с вниманием эмоциональной регуляцией и самосознанием. Это улучшение нейрологического функционирования приводит к улучшению когнитивной деятельности, эмоциональной устойчивости и ощущению внутреннего равновесия, восстанавливая нашу энергию на разных уровнях. Качество нашего сна непосредственно влияет на наши уровни энергии в период бодрствования. Практики медитации, такие как медитация осознанности или йога-нидра показали, что они улучшают качество сна, снижая симптомы бессонницы, способствуя расслаблению и уменьшая интенсивность расстройств, связанных с тревожностью. Хорошо отдохнувшие разум и тело лучше справляются с жизненными задачами. Негативные эмоции, такие как стресс, гнев и грусть, могут высасывать наши энергетические ресурсы. Медитация способствует изменению эмоциональных состояний, стимулируя высвобождение эндорфинов и увеличивая продукцию нейромедиаторов, связанных с позитивными ощущениями. Это эмоциональное воздействие не только восстанавливает нашу энергию, но и улучшает наше общее благополучие. Ум и тело тесно связаны, и восстановление энергии включает оба аспекта. Медитация служит мостом между этими двумя сторонами, способствуя гармонии и балансу. Освобождая физическое напряжение с помощью техник релаксации и способствуя умственной ясности, медитация оживляет тело и разум синхронно. Жизненные испытания могут истощить наши энергетические резервы, оставляя нас истощенными и уязвимыми. Медитация культивирует устойчивость, помогая реагировать на стрессоры с равнодушием и принятием. Этот адаптивный механизм предотвращает энергетические истощающие эффекты сопротивления и негативных эмоций, позволяя нам сохранить и восстановить нашу жизненную энергию. Медитация приглашает нас погрузиться в наш внутренний источник энергии мудрости. Погрузившись глубже в безмолвие, мы получаем доступ к источнику жизненной силы, который превосходит ограничение внешних обстоятельств. Это подключение к нашему внутреннему центру обеспечивает устойчивый источник энергии, который пополняет нас даже в стрессовых условиях повседневной жизни. В суете современной жизни медитация становится трансформационной практикой, которая восстанавливает, пополняет энергетически и омолаживает. Руководя нашим внутренним путешествием, самопознанием и осознанностью, медитация помогает регулировать стресс, улучшать осознанность и эмоциональное благополучие. Энергия, которую восстанавливает медитация, не только физическая, охватывает уровни ума, эмоций и духа. Как только мы внедряем медитацию в повседневную жизнь, мы открываем бесконечный источник жизненной силы, который дарит нам силу справляться с проблемами с достоинством и устойчивостью. Принятие практики медитации — это вложение в наше благополучие, сознательный выбор использовать внутренний покой для восстановления нашей энергии в мире, который часто оставляет нас энергетически истощенными. Интеграция покоя — руководство по включению медитации в ежедневную рутину. Среди суеты нашей повседневной жизни нахождение моментов спокойствия и умиротворения может показаться далекой мечтой. Тем не менее, практика медитации предлагает оазис спокойствия, который способен преобразовать наше повседневное существование. Независимо от того, новичок вы в медитации или стремитесь углубить свою практику, мы расскажем вам о том, как беспрепятственно включить медитацию в свою повседневную жизнь. Создание регулярной практики медитации начинается с установки достижимых целей. Начните с малого, чтобы избежать перегрузки, всего несколько минут каждый день изменят ваше состояние. Постепенно увеличивайте продолжительность по мере того, как вам становится комфортнее в практике. Постоянство играет важную роль и установка реалистичных целей гарантирует, что вы будете придерживаться своей практики медитации. Создайте специальное пространство для медитации. Создание выделенного пространства для медитации способствует ощущению особенностей ритуала и спокойствия. Оно не должно быть сложным, тихий уголок, подушка и мягкое освещение вполне подойдут. Это пространство становится светилищем для вашей практики, позволяя вам отключиться от внешних отвлечений и полностью погрузиться в опыт медитации. В то время как нет универсального лучшего времени для медитации, выбор времени, которое соответствует вашему графику и уровню энергии, является важным. Некоторые находят раннее утро идеальным временем, в то время как другие предпочитают перерыв в середине дня или спокойную сессию перед сном. Экспериментируйте с разным временем, чтобы выяснить, когда вы чувствуете себя наиболее комфортно и сфокусировано. Медитация имеет различные формы, каждая из которых соответствует разным предпочтениям и потребностям. Медитация осознанности, медитация доброты, управляемая медитация и трансцендентальная медитация – это лишь несколько вариантов. Исследуйте разные стили, чтобы найти тот, который резонирует с вами и соответствует вашим намерениям. Интеграция медитации в вашу ежедневную рутину становится проще, когда вы вплетаете ее в действия, которые вы уже выполняете. Рассмотрите возможность медитации во время езды общественного транспорта, во время утреннего душа или перед приемом пищи. Связывая медитацию с уже существующими привычками, вы более вероятно будете помнить о необходимости ее выполнения. Осознанное дыхание – это фундаментальный аспект медитации, который можно практиковать в любом месте. Всякий раз, когда вы чувствуете стресс, уделите момент вниманию вашему дыханию. Глубоко вдохните, считая до 4, и медленно выдохните тем же темпом. Эта простая практика мгновенно успокаивает нервную систему и сосредотачивает ум. Используйте технологии себе на пользу. Найдите приложение для медитации или специальные онлайн-ресурсы. Эти инструменты предлагают руководство по сессиям, таймеры и разнообразные стили медитации. Независимо от того, где вы находитесь, дома или в движении, эти приложения предоставляют ценную поддержку для вашей медитативной практики. Медитация – это навык, который развивается со временем. Не расстраивайтесь из-за беспокойства или навязчивых мыслей в вашей голове, которые появляются, когда вы медитируете. Вместо этого практикуйте самосострадание и осознайте, что такой опыт естественен. Постепенно вам будет легче сосредотачивать свое внимание и находить моменты спокойствия. Если вы не любите подолгу неподвижно сидеть, рассмотрите возможность сочетания медитации с плавным движением – йога, тайцзы или даже спокойная прогулка на свежем воздухе могут служить медитации в движении. Главное – оставаться в настоящем моменте, сосредотачиваясь на дыхании и ощущениях тела. После вашей медитативной сессии уделите мгновение для размышлений о произошедшем опыте и выразите благодарность за время, которое вы уделили себе. Эта рефлексивная практика помогает закрепить позитивные эффекты медитации в вашем разуме, делая более вероятным ее повторение каждый день. Включение медитации в вашу повседневную жизнь может показаться сложностью на первых порах, но с течением времени это становится трансформационным предприятием, которое обязательно принесет свои плоды. Установка реалистичных целей, создание умиротворяющего пространства и выбор подходящего времени создают прочное основание для вашей практики. Исследуйте разные стили медитации, интегрируйте медитацию в ваш существующий распорядок рутины и используйте приложение для медитации как ценные инструменты. Помните, что путь это прогресс, а не совершенство. Благодаря терпению, доброжелательности к себе и осознанности медитация беспрепятственно станет частью вашей повседневной жизни, обогащая ее и открывая новое видение. Эзотерика в помощь Энергетические запасы можно восполнить, прибегнув к эзотерическим практикам. В частности, большинство практик йоги направлены на улучшение проходимости энергетических каналов человека, циркуляции энергии. Это хатха-йога, нидра-йога, пранаяма и многие другие. По возможности йогой занимайтесь ежедневно. Это способствует регулярной энергетической подпитке и гармоничной работе организма. Вот несколько асан из йоги, призванных восполнить и увеличить запасы жизненной энергии. Каждую из поз практикуйте хотя бы по минуте для начала. Постепенно время можно увеличивать. Тадасана или поза горы. Простейшая поза, доступная даже наименее подготовленном физическом плане. Поставьте стопы вместе, пятки и большие пальцы должны соприкасаться, руки опустите вдоль тела. Толкаясь стопами на вдохе плавно вытягивайтесь вверх, пятки от пола не отрывайте, руки удерживайте вдоль тела, ладони на несколько сантиметров отведены от бедер параллельны им. Выдыхая расслабляйтесь. Марджарья сана Встаньте на четвереньки, слегка раздвиньте колени, упритесь в пол пальцами ног. Опирайтесь на выпрямленные руки, кисти расположены на уровне плеч. Вдыхайте, плавно выгибая спину вверх по кошачьи. Бедра должны оставаться неподвижными, живот втяните, голову наклоните вниз. Выдыхайте, прогибаясь к полу. Бхуджангасана или поза кобры. Лягте на живот, подбородок выдвиньте вперед, руки положите вниз ладонями у плеч. Опирайтесь ладони. Вдохните, плавно поднимая корпус с помощью рук. Прогнитесь, откиньте назад голову, задержитесь на несколько секунд в этой позе. Выдохните, возвращаясь в положение лежа. концентрация и визуализация также помогают восполнять энергию. Чередуйте два следующих упражнения, уделяя им по несколько минут в день. Направленное внимание. Данная техника ориентирована на знакомство с собственным телом и развитие внимания. Не удивляйтесь, на самом деле мы очень мало знаем о работе собственного тела и практически разучились его чувствовать. Это упражнение поможет вам познакомиться с самим собой. Усаживайтесь поудобнее, можете прилечь. Прикройте глаза, дышите медленно, постарайтесь не думать ни о чем, пусть ваши мысли успокоятся. Сконцентрируйте внимание на большом пальце правой руки. Ощутите его как можно более четко. Как только это получится, переключитесь на указательный и так далее. После того, как прочувствовали правую руку, переходите к левой, затем к ногам, после чего направляйте свое внимание в разброс на разные пальцы рук и ног. Скоро вы сможете без задержек фокусировать внимание на любом из пальцев. Теперь переходите к ладоням, стопам ног. Вы можете ощущать пульсацию, покалывание, локальное повышение температуры, жар. Все это нормальная реакция, так и должно быть. Как только эти ощущения появились по всему телу, можете переходить к следующему упражнению. Кувшин с энергией. Данное упражнение поможет вам восстановить запасы жизненной энергии. Расслабьтесь, прикройте глаза и постарайтесь ощутить, как энергия заполняет ваши ступни. Можете представить энергию, как голубую, золотистую или серебристую жидкость, заливающую у вас, будто вы пустой кувшин. Между прочим, цвет энергии может воздействовать на тело. Если вы чувствуете нехватку сил, погоняйте по организму красную или розовую жидкость. Болеете, выбирайте зеленый цвет. Надо успокоиться, голубой или насыщенно синий. Не хватает жизнерадостности, солнечно-желтый. Чувствуете, что мышцы ваших ног потяжелели, расслабились? Значит, делаете все правильно. Продолжайте наполняться энергией, пока она не дойдет до макушки. Не торопитесь. Чувствуйте, как яркая сила пронизывает все ваше тело, каждую клеточку. Как только ощутите, что вы наполнены энергией под завязку, резко вдохните и выдохните. Энергией можно зарядиться от природы. Конечно, лучше, если вы будете находиться где-нибудь в лесу или в парке, но какого-нибудь пейзажа, эффект будет ощутимым. Итак, встаньте, закройте глаза, расслабьтесь. Руки свисают вдоль тела. Разверните ладони к земле. Глубоко вдыхайте и выдыхайте, ощущая, как наполняет вас сила земли. Тяжелая, плотная, надежная. Спустя несколько вдохов разведите руки в стороны, ладони направлены вперед. Представьте, что вдыхаете энергию живой природы, воздуха, трав, цветов, деревьев. Она легче и воспринимается освежающе. И, наконец, поднимите выпрямленные руки над головой. Ладони смотрят в небо. Впитывайте энергию ветра, солнца, звезд. Она невесомая, теплая, покалывающая. Делайте то, что нравится. Позвольте себе радоваться жизни. Это очень важно. Даже набрав энергию, вы ее стремительно теряете, занимаясь неприятными делами, общаясь с неприятными людьми, злясь и испытывая страх. Размышляйте. Это позволяет расширить сознание и, как итог, раздвинуть пределы вашего личного мира. Подумайте о том, что вас травмирует. Рассматривайте ситуацию со всех сторон, но не критикуйте. Просто прокручивайте ее, думая, что невозможно нравиться всем. Каждый из нас уникален и тем ценен для мира. Размышляя, вы обретаете мудрость. Позвольте окружающим вести себя так, как им того хочется. Творите. Творчество это хобби, позволяющее наполниться энергией. Занимаясь чем-то с удовольствием, вы быстро восстанавливаете жизненные силы. Творчество не обязательно означает рисование или пение, хотя можете заняться и этим тоже. Хотите, рисуйте карандашами, мелками, на асфальте, акварелью или гуашью. Замахнитесь на масляную живопись. Рисуйте, что получается или ищите в интернете мастер-классы и пытайтесь повторить, но не стремитесь к идеальному результату. Наслаждайтесь процессом. Займитесь вокалом, учитесь петь, пение гармонизирует. Жаль, что в школе нам этого не рассказывают. Мурлычьте себе под нос или пойте в голос и не обращайте внимания, если фальшивите. Попробуйте испечь вкусный и красивый торт, освойте карвинг, художественную нарезку овощей. Почему бы и нет? Пишите статьи или снимайте забавные видео, благо сейчас нет нужды тратиться на видеокамеры, достаточно простого мобильного телефона. Вяжите, вышивайте, читайте интересные и умные книги. Смотрите хорошие фильмы, а еще слушайте музыку, правильную музыку. Исследователи давно утверждают, что классические произведения структурируют жидкость в организме, тем самым они способствуют восстановлению энергетики и приносят массу пользы. Тем более выбор широчайший, потрясающий, гармоничный и мощный Бетховен, яркий и чуткий Моцарт, нежный и ностальгический Вивальди. Победивший собственные слабости, бах, попробуйте. Больше гуляйте, выбирайте для прогулок красивые места. Это возможно даже если вы живете в городе и единственный уголок природы в нем пара деревьев во дворе высотки. Бродите по улицам старой застройки. Обратите внимание, какие душевные, очаровательные дома остались с купеческих времен. Гуляйте по современным районам. Потрясающая архитектура, из стекла и металла. Энергетическая прокачка. Запасы жизненной энергии можно повысить. Для начала верните в свою жизнь все то, что потратили на бесплодные мечтания. Каким образом? Возьмите ручку и бумагу и начните составлять список своих мечтаний. Можете попытаться восстановить их в хронологическом порядке или хаотично. Вспоминайте все, что только можно. Когда мне было лет шесть, мне хотелось пойти на фигурное катание, но меня отвели в кружок вышивки. В подростковом возрасте мне хотелось признаться в любви однокласснику, но решимости не хватило. И так далее. На это может уйти несколько дней. Запустив программу воспоминаний, вы начнете вспоминать все новые и новые случаи. Когда в списке накопится хотя бы десяток пунктов можете начинать работу с ним. Останавливаясь на каждом пункте, оценивайте возможные последствия. Что было бы, если бы вы пошли в секцию фигурного катания? Решили учиться в другом вузе. Признались в любви однокласснику. Сюжетных линий может быть несколько, после чего оцените, много ли вы потеряли, не реализовав то или иное желание. После чего примите ситуацию. Например, можете воспользоваться такой словесной формулой. Я благодарен жизни за предоставленные мне возможности. Я считаю, что принял правильное решение. Я принимаю назад всю ту жизненную энергию, которая была направлена на реализацию неосуществленных мечтаний, и направляю ее на достижение новых целей. Такую или аналогичную формулу повторяйте осознанно по каждому из пунктов. Даже людям все равно читайте молитвы, любые, которые вам нравятся. Тем самым вы взаимодействуете с высокими энергетическими пластами и увеличиваете свои энергозапасы. Помогают в повышении энергетического потенциала и аффирмации. Аффирмация это краткое утверждение, которое записывается в наше подсознание и запускает соответствующую программу. Проговаривать аффирмации лучше всего несколько раз в день, уделяя этому занятию хотя бы несколько минут. Этого будет достаточно. Произносите аффирмацию осознанно. Вы сами можете придумать для себя подходящие фразы. Главное, что следует помнить, не употребляйте частицу «не» — «я не чувствую усталости». Такая формулировка неправильная. Наше подсознание отбрасывает отрицание, и получается, что вы чувствуете усталость. Скоро и почувствуете. Вместо этого скажите, «Во мне живет океан энергии». «У меня много жизненной энергии». «Уровень жизненной энергии во мне постоянно повышается». «Мой энергетический потенциал помогает мне исполнить все мои желания». А вам доводилось использовать аффирмации? Может быть, у вас есть удачные варианты формулировок? Ваша жизнь изменилась, когда вы начали практиковать аффирмации? Подзарядка ума – эффективные практики для повышения энергии. В нашем скоростном мире, где требования и обязанности могут быстро выбить нас из колеи, важно выработать практики, способные подзарядить наши умственные резервы. В то время, как физические упражнения и сбалансированное питание играют важную роль в поддержании жизненной силы, наше умственное состояние также сильно влияет на наши уровни энергии. Первое. Осознанное дыхание для мгновенного восстановления. Одной из самых простых, но самых мощных умственных практик для повышения энергии является осознанное дыхание. Остановитесь на мгновение, закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Вдыхая воздух, почувствуйте, как он наполняет ваши легкие, и на выдохе освободите любое напряжение или стресс. Повторите это несколько раз, сосредотачиваясь только на вашем дыхании. Эта практика мгновенно успокаивает ум, снижает тревожность и наполняет вас обновленным чувством энергии. Второе. Визуализация для обновления жизненных сил. Это визуализация, при которой вы представляете себя в мире расслабленности и энергии. Закройте глаза и представьте себя в спокойной природной обстановке, где вы впитываете тепло солнца и тишину окружающего мира. Почувствуйте, как оживляющая энергия протекает сквозь вас. Визуализация не только предоставляет умственный побег из реальности, но также активизирует связь между разумом и телом, оставляя вас освеженными и оживленными. Третье. Позитивные аффирмации для умственной устойчивости. Позитивные аффирмации — это вдохновляющие утверждения, которые могут изменить ваше мышление и повысить вашу энергию. Создайте список аффирмаций, которые резонируют с вами, например, «Я полон энергии и жизненной силы» или «Я способен справляться с любым вызовом, который мне предстоит». Повторяйте эти аффирмации ежедневно, особенно в моменты усталости или самокритики. Со временем они могут перепрограммировать ваши мыслительные паттерны и усилить вашу умственную устойчивость. Четвертое. Практика благодарности для поднятия энергии. Культивирование благодарности — это умственная практика, которая имеет глубокое воздействие на ваш общий уровень энергии. Каждый день уделите несколько минут, чтобы задуматься о тех вещах, которые у вас есть и за которые вы благодарны. Это может быть так просто, как красивый восход солнца, поддерживающий друг или уютный дом. Сосредотачиваясь на позитивных аспектах вашей жизни, вы меняете свою перспективу и приглашаете чистую энергию в свой мир. Пятое. Осознанное движение для пробуждения связи тела-ум. Практика осознанного движения, такая как йога или тайцзи, это динамичный способ повысить вашу умственную и физическую энергию. Эти практики объединяют движение с фокусированным дыханием и осознанностью в настоящем моменте. Пока вы переходите от одной позы к другой, синхронизируя дыхание с движением, вы усиливаете связь между телом и разумом. Это не только оживляет ваше тело, но и очищает ваш ум, оставляя вас наполненным. Шестое. Умственные игры для когнитивного развития. Как физические упражнения важны для тела, умственные упражнения необходимы для поддержания когнитивной живости мозга. Занимайтесь умственно стимулирующими активностями, такими как головоломки, кроссворды или игры на память. Эти активности вызывают полезное напряжение мозга, увеличивают когнитивную гибкость и стимулируют высвобождение нейротрансмиттеров, которые усиливают вашу умственную бдительность и энергию. Седьмое. Постепенное расслабление мышц для снижения стресса. Стресс – это большой расход энергии. Постепенное расслабление мышц – это умственная практика, которая помогает освободить напряжение и уменьшить стресс. Найдите тихое место, закройте глаза и поочередно напрягайте, а затем расслабляйте разные мышечные группы в вашем теле. Эта практика не только помогает вам стать более осведомленными о физическом напряжении, но и успокаивает ваш ум, давая ощущение легкости и энергичности. Восьмое. Цифровой детокс для умственной ясности. Постоянное воздействие экранов и цифровых устройств может привести к умственной усталости и снижению уровня энергии. Выделяйте периоды своего дня для цифрового детокса. Выключите уведомления, уберите устройство и займитесь деятельностью, требующей вашей полной концентрации, например, чтением книги, прогулкой или занятием хобби. Отсутствие связи с технологиями позволяет вашему уму перезарядиться и сосредоточиться. Девятое. Медитация для внутреннего обновления. Медитация это универсальная практика с различными техниками, которые могут увеличить вашу умственную энергию. Независимо от того, выбираете ли вы медитацию с фокусированным вниманием, медитацию доброй воли или медитацию осознанности, акт сидения в неподвижности и наблюдения за вашими мыслями без суждения может помочь очистить ум от беспорядка, способствовать расслаблению и повысить общее ощущение жизненной силы. Десятое. Осознанное питание для энергетической насыщенности. Сознательное питание полезно не только для вашего физического здоровья, но и для вашей умственной энергии. Обращайте внимание на текстуры, вкусы и ароматы вашей пищи. Медленно жуйте и наслаждайтесь каждым глотком. Эта практика улучшает ваше соединение с потребностями вашего организма в питательных веществах и предотвращает переедание, оставляя вас с устойчивым уровнем энергии в течение всего дня. Состояние нашего ума играет ключевую роль в определении нашего уровня энергии и общего хорошего самочувствия. Внедрение этих умственных практик в вашу повседневную жизнь поможет эффективно увеличить вашу энергию, улучшить умственную ясность и придать более глубокое чувство жизненных сил. От простых техник, таких как осознанное дыхание, до более погруженных практик, таких как визуализация и медитация, есть различные подходы к выбору. Помните, что ключевым фактором является последовательность. С течением времени эти практики могут помочь вам создать резерв умственной энергии, который вы можете использовать всякий раз, когда вам нужно получить свежую энергию. Живите осознанно. Осознанность это способность воспринимать жизнь такой, какая она есть. Каждый из ее моментов. Практикуя осознанность, вы перестаете бесплодно растрачивать энергию на блуждание между прошлым и будущим. Состояние здесь и сейчас самое мощное в энергетическом плане. Его можно назвать магическим. Практика осознанности это способ восстановить связь с настоящим моментом и культивировать чувство внутреннего покоя. Помимо того, что сейчас она на пике моды, осознанность завоевала признание как трансформационный инструмент, который имеет глубокое значение для улучшения нашего психического, эмоционального и физического благополучия. Осознанность, пришедшая к нам из древних созерцательных практик, представляет собой искусство полного присутствия и вовлеченности в текущий момент без суждения. Это включает в себя осознавание и принятие своих мыслей, чувств и какие они есть, способствуя осознанию себя без реакций. Практикуя осознанность, мы отделяем себя от застревания в прошлом или в будущих беспокойствах и воплощаем богатство настоящего момента. Осознанность служит мощным союзником в управлении эмоциями. Через осознанное внимание мы учимся наблюдать за нашими чувствами без мгновенной реакции на них. Это позволяет нам реагировать на эмоции более сбалансированным и конструктивным образом, предотвращая импульсивные реакции, которые часто усугубляют ситуацию. Постоянное поступление информации и стимулов может раздробить наше внимание и помешать нашим когнитивным способностям. Осознанность укрепляет ментальную ясность и сосредоточенность, обучая наше внимание оставаться в настоящем моменте. Эта практика помогает снизить умственный беспорядок и улучшает нашу способность к концентрации, что ведет к улучшению продуктивности и общего когнитивного функционирования. В условиях стресса осознанность действует как нежное убежище. Участие в практиках осознанности, таких как глубокое дыхание или сканирование тела, активирует релаксацию организма. Это снижает выработку стрессовых гормонов и вызывает состояние спокойствия, в конечном итоге снижая уровень стресса и способствуя чувства покоя. Самосознание является угловым камнем личностного роста и преобразования. Осознанность углубляет наше понимание себя, поощряя самонаблюдение без суждения. Распознавая наши мысленные установки и эмоциональные триггеры, мы получаем способность принимать осознанные решения, а не поддаваться бессознательным реакциям. Связь разума и тела неоспорима, и осознанность распространяет свое полезное влияние и на наше физическое здоровье. Исследования показали, что регулярная практика осознанности может снизить артериальное давление, укрепить иммунную систему и даже облегчить хроническую боль. Снижая негативное воздействие стресса на организм, осознанность способствует общему физическому благополучию. Осознанность не ограничивается лишь индивидуальной практикой. Она распространяется на наше взаимодействие с другими. Когда мы полностью присутствуем в нашем взаимодействии с другими людьми, мы внимательно слушаем, искренне сопереживаем и эффективно общаемся. Это качество присутствия улучшает качество наших отношений, способствуя более глубоким связям и сопереживанию. Размышления о прошлых ошибках или беспокойства о будущем могут негативно сказаться на нашем психическом здоровье. Осознанность прерывает этот цикл, приземляя нас в настоящем моменте. Перенаправляя наше внимание на то, что происходит сейчас, мы освобождаем себя от власти размышлений, снижая тревожность и улучшая общее чувство благополучия. В беготне жизни мы часто упускаем красоту настоящего момента. Осознанность побуждает нас наслаждаться простыми удовольствиями жизни и практиковать благодарность здесь и сейчас. Культивируя отношения признательности, мы открываем себя опыту радости в обыденных моментах жизни. Осознанность это не просто мода, это мощная практика, которая может изменить наши отношения с собой и миром вокруг нас. Развивая присутствие, эмоциональную устойчивость, ментальную ясность и физическое благополучие, осознанность обогащает нашу жизнь на многих уровнях. Она приглашает нас отойти от отвлекающих факторов современной жизни и вновь соединиться с глубокой красотой каждого момента. Погрузившись в осознанность, мы начинаем путешествия самопознания, внутреннего покоя и гармонии. Важность осознанности заключается в ее способности давать нам силу вести более осознанную, насыщенную и гармоничную жизнь. На самом деле развить осознанность не так уж сложно. Начните с простейших упражнений. Чистите картошку, не погружайтесь в мечты или размышления. Наблюдайте за тем, как легко снимается кожура, каким белым и красивым становится клубень, как искрятся на нем капли воды. Наблюдайте за своими движениями, почувствуйте их плавность и легкость. И так в любой момент жизни. Идете по улице, ощущаете, как ваши стопы касаются асфальта, лицо овивается ветерком, а листья шелестят под ногами. Казалось бы, просто. Попробуйте погружаться в такое состояние несколько раз в день. Вы достаточно быстро увидите, что стали меньше уставать, больше успевать. Практикуя упражнения на развитие осознанности, вы учитесь находить радость в мелочах, а значит, становитесь счастливее. Осознанность помогает в борьбе со стрессами и комплексами, которые, как мы с вами уже говорили, являются самыми мощными пожирателями энергии. Как только вы столкнулись с неприятной ситуацией или травмирующим воспоминанием, замрите, присмотритесь к своим эмоциям. Злость? Обида? Не давайте им съесть себя, просто наблюдайте. И они уплывут, как легкие облачка, подгоняемые летним ветром. Если все же ввязались в ссору, понаблюдайте за собой со стороны. Не включайтесь в этот процесс эмоционально. Живите настоящим. Вчера уже ушло, его не вернуть. Завтра еще не настало и может не наступить. Вы здесь и сейчас. И вот еще один неплохой способ освоить состояние осознанности. Сидите перед телевизором, прислушайтесь к своему телу. Постарайтесь ощутить каждую мышцу. Рука теплая, под ней пушистое покрывало, шея немного скована и устала, спина ноет, ногам уютно в тапочках и так далее. Просто отмечайте про себя все эти факты, прислушиваясь к своему телу. После телесных ощущений подключайте слуховые. Вот герой фильма, а с улицы доносится лазь собак. За стенкой кто-то что-то говорит. Расширяйте воспринимаемое вами пространство. То же касается ароматов. Когда едите, концентрируйтесь на вкусах. Они такие разные. Энергетические практики. Энергетическое исцеление это холистический подход, который использует тонкие энергии внутри нас и вокруг нас для поддержания физического, умственного и эмоционального благополучия. Укорененные в древних традициях и современных практиках методы энергетического исцеления набирают популярность как прекрасное дополнение к традиционной медицине или же как самостоятельные методы исцеления. Дальше мы рассмотрим различные методы энергетического исцеления, их принципы и то, как они способствуют восстановлению баланса и жизненной силы. Исцеление рейки. Рейки японская практика, которая означает универсальная жизненная энергия. Один из наиболее известных методов энергетического исцеления. Практикующие направляют целительную энергию через свои руки и помещают их на или около тела получателя. Цель состоит в балансировке энергии организма, содействии расслаблению, снижении стресса и поддержке естественных процессов исцеления организма. Акупунктура. Происходящая из традиционной китайской медицины, акупунктура включает в себя вставку тонких игл в определенные точки вдоль меридианов тела для регулирования потока энергии или ЦИ. За счет стимуляции этих точек происходит восстановление гармонии в потоке энергии организма, облегчение боли и решение различных проблем со здоровьем. Исцеление кристаллами. Исцеление кристаллами используют вибрационные свойства кристаллов для балансировки и очистки блокировок энергии. Считается, что различные кристаллы обладают уникальными энергетическими качествами, которые могут влиять на наши энергетические поля. Практикующие помещают кристаллы на конкретной области тела или в окружающую среду, чтобы способствовать исцелению, расслаблению и эмоциональному благополучию. Балансировка чакр. Чакры — это энергетические центры, расположенные вдоль серединной линии тела, каждый из которых связан с определенными физическими, эмоциональными и духовными аспектами. Балансировка чакр включает в себя очищение и выравнивание этих энергетических центров для обеспечения плавного потока энергии по всему организму. Техники включают в себя медитацию, визуализацию, звуковую терапию и работу с энергией, чтобы устранить дисбалансы и улучшить общую жизненную силу. Исцеление пронической энергии. Исцеление пронической энергии основано на принципе того, что организм обладает врожденной способностью исцелять себя. Практикующие используют свои руки для манипулирования энергетическими полями, удаляя застойную или негативную энергию и пополняя организм свежей жизненной энергией. Эта техника направлена на ускорение естественного процесса исцеления организма и восстановления энергетического баланса. Квантовое исцеление. Квантовое исцеление основано на убеждении, что мысли и эмоции влияют на наше энергетическое поле и, следовательно, на наше физическое здоровье. Практикующие используют намерение, визуализацию и направленные образы, чтобы изменить негативные паттерны и способствовать положительным изменениям в энергетическом поле, в конечном итоге влияя на общее благополучие. Звуковое исцеление. Звуковое исцеление использует вибрации и частоты для воздействия на поток энергии и создания гармоничной среды внутри организма. Методы включают игру на инструментах, таких как поющие чаши, вилки для настройки и гонги или использование вокальных тонов. Считается, что образованные резонансы очищают энергетические блокады и способствуют расслаблению и исцелению. Исцеление пронической энергии. Исцеление пронической энергии включает в себя манипулирование энергетическим полем организма с использованием рук практикующего. Сканируя и очищая энергетическое поле, практикующие целятся в удалении энергетических дисбалансов и блокад, которые способствуют физическим и эмоциональным недугам. Тета-исцеление Тета-исцеление работает на предположении, что убеждения и мыслительные паттерны влияют на нашу энергию и реальность. Практикующие используют медитативное состояние, вызванное тета-волнами, чтобы получить доступ к глубинному подсознанию и заменить негативные убеждения на позитивные. Этот подход направлен на изменение энергии и способствует исцелению на разных уровнях. Техники эмоциональной свободы. Также известные как постукивание, техники эмоциональной свободы сочетают элементы традиционной китайской медицины современной психологии. Практикующие постукивают по определенным акупунктурным точкам меридианов, фокусируясь на эмоциональных проблемах с целью освобождения от эмоциональных блокад и восстановления потока энергии. Методы энергетического исцеления предлагают разнообразные подходы к поддержанию гармоничного благополучия путем воздействия на тонкие энергии, влияющие на наше физическое, умственное и эмоциональное состояние. Хотя эти практики не являются заменой для традиционных медицинских методов, они могут дополнить традиционные подходы и предоставить уникальную дорогу к исцелению. Будь то нежное прикосновение рейки, вибрационные свойства кристаллов или древняя мудрость акупунктуры, изучение методов энергетического исцеления может привести к более глубокому пониманию своей собственной энергии и обновленному чувству жизненной силы. Важно подходить к этим практикам с открытым умом, искать опытных практикующих и интегрировать эти методы в сбалансированный режим благополучия. Итак, для того, чтобы повысить уровень жизненной энергии, существует множество соответствующих методик. Сейчас мы расскажем вам о наиболее простых, чтобы после прослушивания книги вы смогли сразу сесть и легко повторить их. Представьте, что в основании вашего позвоночного столба входит поток энергии. Погрузитесь в его созерцание. Мысленно увидьте, как энергия поднимается по вашему позвоночнику, заполняя каждую из семи чакр и вырывается к небу через макушку. Практикуйте это упражнение регулярно. Великолепно работает на общую гармонизацию энергетического поля мантра ОМ. Несколько минут в день пойте мантру. Вдохните. На выдохе тяните звуки ОМ и повторяйте так несколько раз. Учитесь управлять потоками энергии. Тем самым вы сможете направить силу на восстановление организма или выпустить наружу. Сядьте и расслабьтесь, руки положите на коленях, соедините в кольцо большие пальцы с указательными. Прикройте глаза, дышите по следующей схеме. Вдох, пауза, выдох, пауза. Каждый пункт занимает 5 секунд или 5 ударов сердца. Представьте, что в районе темечка у вас находится сияющий ярко-фиолетовый шар. На вдохе через него ваше тело струится фиолетовая энергия из космоса. На паузе этот шар подпитывается. Выдыхая, представьте, что фиолетовый шар перемещается в требующий вашего внимания внутренний орган. Паузу после выдоха шар возвращается обратно к темечку. Эту технику вы можете использовать для восстановления и усиления жизненной энергии. Ну что, повысить жизненную энергию не так уж и сложно? Пожалуй, труднее будет не выплескивать ее в мир бесцельно, но и этому вы можете научиться, если приложите совсем немного усилий. Вставая на путь самосовершенствования, помните, это самый благодатный путь в мире. Совершенствуя себя, вы благодарите вселенную, окружающую вас, и гармонизируете свою жизнь. Не удивляйтесь тем светлым переменам, которые начнут проявляться вокруг вас, стоит вам некоторое время уделить нашим практикам. Это совершенно нормально. Ведь чем более просветлен человек, тем на более высоких вибрациях он существует. Его жизнь становится все лучше. Качество нашей жизни в наших руках. Не тратьте бесцельно свою жизненную энергию, восполняйте баланс, и все будет замечательно.